Поваленные деревья, куча веток и распиленные стволы. Такую картину наблюдают заводчане, следуя с работы. Зелёный сквер рядом с промзоной превратили в лесопилку. Говорят люди, кто и зачем устроил масштабную вырубку зелёных насаждений, местные жители не знают. Хотя предполагают, что на этом месте в скором времени вырастет новостройка. Хоть тут с детьми можно было погулять, всё-таки зона дышать хоть можно было чем-то. А теперь вот этот дом всё загородит у нас, я не знаю, что мы тут будем делать. Грязь будет, в общем, безобразие. Больше всего местным жителям жалко голубые ели. Две из девяти уже уничтожены. На эту картину Нина Чурсина без слёз смотреть не может. Живёт она в этом районе без малого 30 лет. И переживает за статусные и красивые деревья, как за собственных детей. В течение дня всё сделали. Вот всё, люди даже не успели глазом моргнуть, всё порезали, попилили. Я не знаю, у людей должно что-то святое быть. Перещики говорят, что уничтожают природу не по собственной прихоти. Начальство приказало, они и исполняют. Работают здесь уже третий день. Там одна большая кособокая была, с одной стороны только ветки. И одна, там какая хренная тональность, вообще голубая, не голубая. Но эти сейчас тут, которые стоят, там тоже будут, да? Нет, эти сказали, будут выкапывать. На этом участке действительно должен появиться многоквартирный дом. Строить его будет компания «Игротек». Землю она приобрела у «Росатома». И согласно федеральному закону, собственник на своей территории может делать, что хочет. Хочет сажает деревья, хочет вырубает. И не важно, клён это берёза или голубая ель. Поскольку участок находится в частной собственности, то собственник земельного участка имеет право на снос зелёных насаждений согласно земельному кодексу и жилищному кодексу. И разрешение комиссии в данном случае не требуется. Достигнута договорённость с Алексеем Александровичем Андреевым, пошёл нам навстречу и взял на себя обязательства по пересадке всех этих голубых елей. Голубые ели больше не будут рубить. Но и пересадка голубых елей вопрос непростой. Из оставшихся семи деревьев два молодых, высотой всего два метра. С их пересадкой проблем возникнуть не должно. А вот с пятью другими елями, высотой по 12-15 метров, придётся попотеть. Что касается более взрослых растений, то тут, конечно, пересадку надо проводить не силами рабочих каких-нибудь узбеков, а именно силами грамотных специалистов, представителей лесхозов или представителей питомников. И иначе мы можем поселять эти деревья. Татьяна Трифонова любовь к экологии и окружающей среде прививает студентам в университете. В советские времена, вспоминает женщина, голубые ели сажали исключительно возле администрации и городообразующих предприятий. Понятно, что по закону собственник прав. Но надо же смотреть, что находится на участке, который выставляют на продажу, говорит преподаватель. Такое дерево, которое растёт долгие-долгие годы, пока оно приобретёт своё, войдёт в силу свою, ему нужно многие годы. И вот так вот разбазаривать, так сказать, вот это вот наше достояние совершенно ни к чему. Алексей Дудин, Влада Миткова, Александр Мажаров. Шестой канал.